Я БДСМщик и горжусь этим. Знаете, чьи это слова? Как бы отнеслись, если такие слова сказал бы политик? Я не ударилась в политоту, все сейф. Дело в том, что сценарист Зак Вайнер, сын Рика Вайнера, если вам это что-то говорит, потому что мне ничего не говорит, баллотируется в городской совет Нью-Йорка и добрый человек слил приватное видео с текстом «Моя подруга Доминаторикс поиграла с кандидатом от верхнего вестсайда Заком Вайнером и я единственный, у кого есть ролик». Ну, как-то в конкретном случае это немножко противоречит этот текст тому, что он его слил. Это как та табличка, где на одной стороне написано, что это ложь, и с другой стороны, что там написано ложь, ну или как там было в парадоксе лжеца. Так вот, к чему я? По информации от самого виновника торжества видео было снято в отношениях с дамой. Как она попала в третьи руки, другой вопрос. И здесь у народа есть две версии. Кто-то хотел, ну, подпортить репутажку сударя, но сударь как бы вывернул в свою сторону и снискал поддержку, связавшуюсь с журналистами лично и выдав следующий пресс-релиз. Упс, я не хотел, чтобы кто-то это видел, но это случилось, и я не стыжусь честного видео, которое зашлось по твиттеру. Это было развлекательное мероприятие, и я весело проводил время со своей на тот момент девушкой. Как и многие молодые люди, я вырос в мире, где некоторые наши наиболее личные моменты оказываются в сети, и пока некоторые громкие голоса в твиттере осуждают меня за ролик, многие люди видят в нем то, чем оно является. Попытка отвлечь вас. Я верю, что люди выберут членов городского совета, исходя из их компетенции и способности служить обществу. Вторая версия. Это предположение, что он сам слил видос, чтобы набрать классы и лайки. В общем, то есть популярность, паблисити и поддержку электоратов, политических очков. Так или иначе, влияет ли личная жизнь на качество для служения городу? Короче, что по этому поводу думает интернет? Заметное мнение, что народ пишет, мол, лучше пусть городом будут управлять БТСМщики, чем корпорации. А еще есть, кстати, прецеденты, где избирались в городской совет столицы Исландии, например, панки, анархо-сюрреалисты, комики-металисты, в общем, там у них все были. И вообще люди искусства. И у них получилось хорошо. Их нововведения привели к процветанию. Главное, чтобы было чем отличиться помимо БТСМа. Делами, например, правда? Ну, хотя, как минимум, чел веселый. Короче, жарко просто пипец. Это невозможно. Просто жесть. В общем, поэтому... Сорян. Вот. Меня зовут Елена Рассохина. И я хочу поделиться своим мыслям по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. А еще очень-очень-очень жарко. Интернет-профессии становится все более востребованным. Так как бизнес онлайн – штука устойчивая. Прямо сейчас тысячи компаний по всему миру ищут своего дизайнера, разработчика, проджект-менеджера или маркетолога. Кто знает, может быть, им нужен именно ты. Поэтому, если вы давно задумывались о том, чтобы освоить новую профессию, но никак не можете понять, в каком направлении двигаться, то образовательная платформа Skillbox дает уникальную возможность попробовать курсы по востребованным профессиям абсолютно бесплатно. Skillbox открывает 7 дней бесплатного доступа к онлайн-курсам и интенсивам. Попробовать себя в новом можно будет по направлениям программирования, дизайн, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Чтобы получить бесплатный доступ к курсам, выберите интересный вам курс, заполните заявку и ждите письма с приглашением в систему обучения Skillbox. Как я уже сказала, вы получите доступ к любому выбранному курсу на 7 дней. Ни сейчас, ни потом ничего оплачивать не придется. Это полностью бесплатный доступ к модулям, которые являются частью полноценной программы. И именно они позволят вам понять, насколько подходит выбранное направление, как проходит процесс обучения, насколько хорошо объясняют преподаватели. Так что жми по ссылке в описании и познавай профессию своей мечты. А теперь к остальным новостям и историям. Почти всю прошлую неделю проходила Electronic Entertainment Expo, то есть Е3. И там было большое количество игр и студий. И на взгляд соавторами новостей лучшее выступление было у совместной презентации Xbox и Bethesda, на которой в том числе показали геймплейный трейлер долгожданного Stalker 2 Heart of Chernobyl с датой выхода. Ну, во-первых, ждем-ждем-ждем, а во-вторых, я сама с радостью тоже посмотрела игровой трейлер, но так как я сейчас и Клуаги, я несколько раз вскрикнула, особенно в лаборатории с кровососом. Очень красиво и красочно, прям картинка. Немножко, правда, смутила анимация речи, но умные люди говорят, что это пререндер, а значит, есть шанс, что в самой игре прям совсем красота будет. Так как сейчас игра на стадии при Альфе. Но еще показалось занятным, что маслину перевели как булот, ну, то есть как пулю. Жалко, что англоязычные ребятки не смогут проникнуться вселенной на всю катушку со всеми прелестями Лунгуаги. Иронично, кстати, что во время написания сценария Сталкер перенесли. Вот так вот. Кстати, помимо Сталкера были еще Старфилд, Баттлфилд 2042, Псайханалдс 2, The Altered Worlds 2 и много-много другое. Остальные же, кстати, компании показали либо очень мало, либо не про игры вовсе. Ну да ладно, потому что пора переходить к следующей новости. И она будет немножко странная, потому что более 40 тысяч человек подписались за то, чтобы не пускать обратно на Землю самого богатого человека. В чем замес? Джефф Безос, владелец Amazon, и также владелец Blue Origin, американской частной космической компании, собирался на многодоразном космическом корабле New Shepard своей компании слетать в космос, а точнее за линию Кармана. Но нашлись люди, которые накатали две петиции с примерным посылом, мол, миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе, но если они выбрали последний, то пусть там и остаются, говорится в описании к одной из них. Помимо того, что вот же делать людям нефиг, можно сказать следующее. Вот же людям делать нефиг, и как же у них много свободного времени. Ну, а вот во второй пошли вот прям вот чуть дальше. Там его окрестили Лексо Лютером, это, если что, суперзлодей из комиксов про Супермена, а автор петиции пишет, мол, Безос, одержим мировым господством, и, мол, петиция наш последний шанс до того, как они включат чипы 5 ГА и осуществят массовый захват. Ну, я... Это же рофл, да? Правда? Рофл же? Потому что туда же приплели, и то, что он, мол, снюхался с отрицальщиками плоской земли. Просто комбо. А теперь по сути. Надо сказать, что сам полет в космос это дико крутая штука. Одно место займет сам миллиардер, второе брату, а третье местечко продали за 28 миллионов на аукционе. А полученные деньги пожертвуют фонду Клаб Форта Фьючер. На всякий, кстати, случай, на тему суборбитальных полетов линия Кармана это 100 километров над уровнем моря, а корабли Нью Шепард вроде как рассчитаны на суборбитальные полеты туристов даже выше 100 километров. А корабль Нью Шепард назван в честь Алана Шепарда, первого американского, астронавта, совершившего суборбитальный полет. Каждый день узнаем что-то новое. Ну а к следующей новости. Индийский фермер случайно купил саженца самого дорогого манго в мире, но не хочет продавать плоды. И знаете что? Он охраняет его собаками, потому что у него же сперли 14 манго. Саженец круглосуточно охраняет 3 человека и 9 собак. Купил себе геморрой просто какой-то. Я что-то дико прорала с этой новостью. Но давайте я вам расскажу последовательно, потому что новость оказалась прям пушка. Жил-был такой дядька Сянкальп Бутинг Парихар. И во время поездки в поезде ему неназванный человек предложил купить особенный саженец манго за 2500 рублей. Примерно 33 доллара. Ну дядька рискнул. И внезапно ему повезло, потому что через какое-то время он узнал, что ему досталась крайне редкая японская манго Миядзаки или же яйцо солнца. Два плода которого в 2019-м продали за 4,5 тысячи долларов. Фермеры предложили ему купить саженец за 283 доллара. Но наш фермер не дурак и сейчас у него растет 52 фрукта. Самое необычное, что продавать плоды этого деревом пока не собирается, а хочет выращивать саженцы, чтобы сделать его доступнее. И так как после того, как про него написали местные СМИ 14 авокадо стырили, теперь неудивительно, что фруктовая плантация охраняет те трое с девятью собаками. Может у них и соль в оружиях есть для особенно ушлых задниц. Короче, если речь идет о таких суммах и он не продает манго, то интересно, на что он нанял охрану. Потому что надо же платить им так, чтобы он самим не хотел остырить. А может он просто нанял нормальных, честных людей. В каком-то смысле вся эта история с этими маленькими саженцами и дорогущими авокадо или манго, я уже... Так. Манго. С дорогущими манго. В каком-то смысле звучит как какой-то челлендж. Ну, слямзить такое манго. Блин, стоп! Так это авокадо или манго? В каком-то смысле это уже звучит как какой-то челлендж. Слямзить такое манго. Неужели прям настолько вкусно? И вот многие другие вопросы, на которые у нас нет ответа Кстати, история с незнакомцем в поезде У которого случайно оказалась Такая редкая штуковина И который прям вот так вот с ней расстался Это либо как лотерея такая вот И он прям скинул Д20 на удачу Либо как будто незнакомец сам хотел избавиться От таких вот авокадных преследований В смысле манго преследований Блин, я все время их путаю Ну или же вот немножечко напомнила Хагрида Яйцо дракона от незнакомца в таверне Загадка Как и то, зачем люди покупают странные вещи за очень дорого Потому что есть такая популярная игра Among Us Может, когда не постримлю, подписывайтесь там на Twitch и все дела Если вы пропустили пик ее лавинной популярности То она все еще популярна И если вкратце, то это как игра в мафии Только с заданием, саботажем, разными картами И в общем, стильно, модно-молодежно и очень весело О чем я собираюсь рассказать? Произошло все это дело еще 28 мая Но у нас тут с вами не новости А странная история мне нравится Так что и вы послушайте, если, конечно, хотите Так вот, пользователь под ником Полизна Выставил на ebay куриный наггетс Из марка Дональдса, напоминающий силуэт тех самых космонавтов Можете вот сравнить Вот Также продавец сообщил, что данный лот попался в новом комбо-наборе Посвященном BTS И установил начальную цену в 99 центов Срок аукциона составил 7 дней И в первые два дня никто не реагировал Но вот после того, как появилась первая ставка в 15 тысяч долларов Дальше пользователи начали перебивать ее До 30 тысяч После чего и уже на это отреагировали СМИ и некоторые компании Например, Xbox Мол, за эту цену он должен идти с сычуанским соусом Но это тот ограниченный из заграниченной серии Когда выходил мультик про Mulan В итоге стоимость остановилась на 99 997 долларов Кто это счастливый обладатель, увы, не расскажет Так как eBay не раскрывает участников аукциона Но Что-то у меня есть небольшие сомнения Что кто бы то ни был съест этот полученный лот Ну а я хочу поблагодарить всех подписчиков Неновости Плюс И посмотреть, что я должна была сказать в конце Спасибо всем подписчикам Неновости Плюс на Патреоне Отдельное спасибо вот этим ребятам и девчатам И отдельное спасибо мистеру Хомяку А с вами была Елена Рассохина и Ужасная Жара Я даже выключила вентилятор, чтобы звук был получше Так что ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на новый телеграм-канал Ну, типа, он относительно новый Просто я его пересоздала Вот, если, конечно, хотите, там весело Пока-пока А я это побегу Ай!